Солнце старое стоит. Чуть ветер у нас вырубает, свет на улице. 62 года я здесь живу уже. У нас все время такой свет плохой. Как бы раньше, знаете, сильно оно не замечалось, потому что у нас не было ни бойлеров, ни микроволновок особенно. А вообще как-то появились такие приборы, микроволновка, днем еще она маленечко тянет, днем, вечером она уже, там ее надо сколько раз, ее тыркать, тыркать, она уже нифига уже не тянет. А если, например, что-то работает, ты, например, включишь машинку стиральную, бойлер уже нужно выключать, потому что свет отключается. Лампочки мы поменяли все на электросберегающие, потому что обычные, ну, моргают постоянно, постоянно они. Весь вечер вот, вечер включаешь, и они постоянно моргают. А эти не реагируют. Ну, микроволновка, чайник, чайник может час греться. Ну, вот так вот, перепады, напряжение очень сильные. И у нас сколько? Мы за эти 10 лет, наверное, раза 4 или 5 холодильник чинили. Вот из-за этих перепадов, эти, реле горит. Сколько я вот здесь 30 лет живу, освещение всегда было в селе. Всегда было освещение в селе. А потом, в общем, ну, часть светильников, в общем, энергетики у нас демонтировали. По причине той, что эти светильники, как бы, были не наши, не наша собственность, а собственность энергетиков, это насколько нам понятно. Поэтому вот настало такое время, что вот они приехали и демонтировали. Ну, вот мы оставили, сошлись на мнение оставить хотя бы то, что у нас осталось, то, что у нас остались на балансе наши светильники. Но теперь за эти светильники, которые наши, они стоят на, они нам предъявляют, значит, претензии, приходят к тому, чтобы заключили договоры на опоры, на которых находятся эти светильники. Вот. Ну, на каком основании, нам это непонятно, хотя опоры находятся на наших муниципальных землях. И, в принципе, как бы мы все с этим не согласны и очень возмущены. Чтобы отмежевать эти участки под их опорами, ну, это требуется тоже немалые деньги и затраты, и время. И, в общем, как-то не соответствуют суммы затрат межевания с теми, в общем, что они требуют с нас, какие... Ну, вот, как бы так. Нами был заключен договор с Морска Сибири на технологическое подключение приборов учета электроэнергии. Нами построена линия электропередачи, подготовлено все технически, однако Морска Сибири не желает подключить нас. Мы обратились с жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы по республике Хакасия. Там была рассмотрена наша жалоба, было выдано предписание, обязывающее Морска подключить. Однако Морска, имея даже предписание госорганов, отказывается нас подключать и всячески препятствует. Момент технологического присоединения. Предприниматели сегодня и вот в течение многих лет уже постоянно страдают от этого. Ну, то есть, три с половиной тысячи неисполненных договоров по технологическому присоединению и говорит уже о многом. Поэтому предприниматели отчаялись, постоянно жалобы, постоянно вот это вот негативное отношение к Хакас Энерго, в связи с этим, и они стали обращаться вот именно к нам с этими просьбами. Ну, мы, значит, решили, что надо написать письмо руководителю Россетей господину Бударгину, да. Естественно, в связи с этим был подготовлен список письмо Бударгину и предприниматели с удовольствием, и не только предприниматели, руководители крупных предприятий подписались вот под этим обращением. То есть, в связи с чем? В связи с тем, что вот как раз таки предприниматели не могут качественно получить вовремя технологические присоединения, от этого они страдают, от этого не работают, от этого люди увольняются, предприятия не развиваются, значит, все деньги, которые они брали, кредитные, да, они, естественно, пропадают, потому что, ну, нет подключения. Если человек рассчитывал на то, чтобы он будет работать, да, а ему говорят годами, нет, ну, как? В таком случае понятно, что, значит, невозможно работать, понимаете? То есть... Со стороны МРСК имеет место быть злоупотребления, доверием, поскольку, как правило, граждане, предприниматели, которые не вникают в существо вопроса по техническому подключению, необоснованно их обязывают подключать совершенно оборудование, в котором нет необходимости. то есть и, так сказать, на данном злоупотреблении вместо двух тысяч рублей некоторые предприниматели, граждане оплачивают в сотни раз больше суммы. в сотни раз в сотни раз в сотни раз